всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 в этом видео у нас будет несколько интересных вещей какая из них важная не знаю не мне судить но во первых у нас будет наинка от компании разорак это их новое мыло которое они придумали на основе жира и глины и хотят без этикетки узнать как он короче этого все узнаете на крупном плане и последний станок из имеющихся на канале благодаря сергею сергеевичу город счета это game micromatic open комп все это вы более внимательно сможете рассмотреть на крупном плане а да новинка новинка еще от компании ну там увидите но прежде чем предлагаем посмотреть коротенькое на полторы минуты буквально информационное видео а я начинаю догоняйте это все предметы нашего обзора а теперь по очереди начинается станка как обычно продолжаем историю гимов на нашем канале этот последний из тех которые у меня есть наличие следующее бритье я хотел бы сделать свой ради который уже был на обзоре а этот же красавчик game micromatic single edge точно так же как и предыдущие представлен сергей сергеевичем из 4 за что им огромное спасибо коробка очень сильное подозрение что она не родная и не потому что в этой коробке видел другие станки нет скорее всего может быть из-за того что история именно этого образца начинается с далеких 1920-х годов уже в двадцатых годов прошлого столетия его можно было зафиксировать его выпускали ну а в то время я очень сильно сомневаюсь что такие материалы существовали и тем не менее здесь есть вот такая табличка где написано что это game micromatic укладывается сам станок крышку извините так просто откладывая на пострадала при транспортировке но и отдельно еще вот такой вот ведь стоять вот так наверно будет правильно место для хранения лезвий не смотрите какая красота тоже что-то нарисовано дяденька какой-то часы не вижу что но и сергей добрая душа также суда или еще доложил за что ему огромное спасибо и телевизор особая ценность я на них когда буду устанавливать хотел бы остановиться отдельно станок сам по себе не мало не велик достаточно средненький на канале у нас впервые тот геомикроматик который уже был на обзоре это был как правильно сказать формат пули то есть bullet форм что ли как-то там ручка в форме пули вот такая ребята поправьте в комментариях если я ошибся вес танка невелик 65 грамм насечка посмотрите какая простая удобная и по сути этот станок он монолит он не разбирается на ручка все же крутится то есть как я не знаю даже сказать все таки наверно будет сказать правильно что это одно составной но с крутилкой посмотреть какие формы не знаю дату рождения этого изделия но очень сильное подозрение что это раньше чем 30-е годы прошлого столетия на нижней части здесь просто номера что сделано в америке и больше ничего я не вижу разбирается крутим за ручку поднимается верхняя полость внутри точно также надпись ген микроматик трейдмарк все больше ничего нет это опыт комп в отличие от предыдущего там был клод ком точно такие же на краях посмотрите маленькие фиксаторы для установки лизе давайте поставим лизе кстати о лизе я обратил к сергей сергеевичу с вопросом и он мне подсказал где взять нормальный так вот по поводу этих самых лизе обратите внимание на цену и на комплектацию самая мощная 200 штук но я бы не стал брать это слишком долго и наверное все таки соточка соточка тоже дофига вот если рассчитывать на 50 лизе цена там уже смешная просто смешная если опираться на ту информацию которую опять же получил от сергея сергеевича то чистота вернее количество использования именно вот этого лезвия у всех людей варьируется от 8 10 до 18 20 раз сколько будет у каждой отдельно взятой персоны человека сказать трудно но если даже взять допустим самое минимальное значение 8 раз то сами посудите пачка из пятидесяти лизы а каждым лезвием можете побриться восемь раз если в камеру взять меня я бреюсь два раза в неделю но и посчитайте это получается более четырех лет а если вы вынуждены ввиду тех или иных обстоятельств бриться пять раз в неделю то хватит больше чем на год ребята и всего лишь и за сколько там за 8 фунтов стерлингов или за 9 ну то есть это смешные смешные совершенно деньги итак установили лезвия закрываем по доверениям сергея это должно быть несколько более агрессивно чем предыдущий товарищ но все-таки opencomp это нормально но все остальные параметры гемов здесь повторяются заданный угол вылет лезвия посмотрите габ но вы сами посмотрите какой здесь габ достаточно маленький и вот такой красотой мы с вами сегодня и побреемся мыло мыло необычное такое мыло я держу руках пиру и я думаю что немногие имели возможность поддержать нечто подобное у себя в руках делал даже не в этой шикарной стеклянной банке и возможно даже не в ингредиентах которых я честно сказать маленечко под запутался потому что производитель говорит что это мыло сделано с учетом жира белой глины чего-то здесь жирового кроме кокосового масла я не увидел возможно что-то там перепутали возможно я что-то недопонимаю ребята кто в теме объясните пожалуйста вот где тут жир сейчас я отдельно день будет приведу здесь ставочку чтобы вы могли поподробнее все это рассмотреть но это так пустяки а то что не пустяки компания розорак уверяет что они сделали совершенно революционно и обалденно и шикарно и просто сумма помрачительная мыло но это они так думают а как думают все остальные им очень интересно узнать и что же они делают они выпускают это мыло без этикетки совершенно здесь только состав продукта и все дабы узнать что люди думают об этом были плюс ко всему как они уверяют они еще и снизили цену ну вот смотрите за такую красоту форти найти на им то есть 1499 ну вот сейчас и будем пробовать запах по запаху они там тоже пробежали сказали что это какая-то классика от италии там 1811 года ребята если это на самом деле имеет отношение какое-то вот к той самой классики 1811 года ребята я люблю тогда эту классику потому что это запах это ладно этого писания потом в конце расскажу чтобы здесь ваше время не отнимать а чтобы этому мылу не было скучно совершенно плюс ко всему в линейку они ему еще выпускают авто шейф и как вы понимаете тоже без этикетки но составом который здесь они тоже точно также обозначены вот этими двумя вещами сегодня и будем бреться на создать пену и нанести на лицо нам сегодня поможет вот этот каратыш малыш от яйки диаметром 22 миллиметра ворс у которого пурбаджа для тех кто не в теме пурбаджа это вот самое 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 вот простое вот ты вниз спускаешься 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 думаешь все уже дно а нет еще можно это вот и ты ты бумс и вот там ты это пурбаджа и найдешь я специально говорю именно так чтобы никто не питал иллюзий потому что пурбаджа очень сильно отличается от всех других сортов барсука он будет более жесткий чем они он будет даже более колючий но в этом-то его и прелесть я люблю когда у меня на лице такая знаете некоторая пальпация не хочу сказать что на регулярной постоянной основе но а вот когда утонарь как иглая укала у него такое легкое иногда это очень приятно иногда это очень нравится но те люди у которых чувствительная кожа или которая легко ранимая но которая очень сильно реагирует на такие посторонние всякие воздействия ребята вам такой помогут конечно же не светит будут мучения а для людей с нормальной кожи если во время от времени хотите себя допустим повеселить то вот такой вот каратыш весом всего лишь 49 грамм а чего нет то вполне себе и поможет оформлен достаточно удобно по размеру 22 он годится как вот травленка как путешествие его брать так и дома поставить на полочку красивый хороший нормальный мне лично когда я последний раз им брился он понравился что покажет в этот раз мы посмотрим но взял я его специально потому что наряду с роскошными вещами чтобы совсем крышу не снесло хочется использовать что то и такое что земле матушки поближе вот такую красоту сегодня и возьмем ну все а нет 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 стойте какое все сегодня хочу показать еще одну новинку от компании которая появится на этой неделе магазине это ален блок только не такой как был прошлый раз помните форм фактор карандаша и вот это вот все расстояние вот он упакован в пластик дабы люди не боялись что он останется маленьком и вывалится нет здесь сделано хорошо здесь продумано нормально по уму для людей ежели которым это нафиг не надо есть люди которые хотят допустим просто взял кирпич и моешь вещь так вот приходить он будет вот такой коробочке со всей необходимой информации на русском и на английском да вот пожалуй что и все больше на коробке еще нету внутри внутри пластиковую ног внутри коробки пластиковый кейс а внутри кейса будет сам кирпичик завернутый в пластик естественно перед употреблением все это дело можно будет распаковать так секундочку да не так уж это просто какой хороший цемент не отрывается вот такой кирпич естественно плавленый по-другому и быть не может потому что если сделать из монопорода вот такой кирпич но это будет стоить столько что не каждый во первых себе это позволит во вторых ну как бы она надо по торцам с этой стороны ровненько ответь от формы еще что-то осталось с этой стороны видно что вот еще не все совсем запаковалась но я на это счет вообще не комплексую потому что тот кирпич который я взял четыре года назад первый у меня там уже отверстие она до середины чуть ли не на вылет уже прошло а кирпич все еще чувствует себя нормально поэтому я тут не комплексую вот такой вот красоту внутри кирпич естественно плавлены да по-другому и не может быть потому что если делать из монопороды такой кирпич сами себе можете представить сколько это будет стоить немногие смогут себе это позволить поэтому берется форма вот здесь видите даже маленечко видно как она разнималась и форме все это дело плавится для наших с вами нужд я на эту тему совершенно не комплексую потому что самое слабое место этих кирпичей это то что они со временем начинают вот в этом месте истончаться на моем старом который взял пять лет назад там уже отверстие чуть ли не насквозь но это не мешает ему быть работоспособным так что у меня с этим все в порядке все хорошо вот сегодня он нам и поможет все пошли бриться здравствуйте дорогие подписчики канала home like пока в один делает пену я расскажу вам об одном из составляющих этой самой пены а глицерине он содержится практически во всех средствах для бритья то есть и в мыле и в креме глицерин давно известен хорошо изучен он безопасен но важно знать как он действует для того чтобы выбрать для себя правильный качественный продукт и так глицерин это губка которая впитывает воду и затем позволяет воде проникнуть в нашу кожу но если в составе продукта воды нет а глицерин будучи нанесенным на кожу будет доставать воду из глубин вашей кожи на ее поверхность таким 10 таким образом действуя против вас поэтому обратите внимание чтобы в составе продукта была вода и была она на первом месте желательно например глицерин в составе крема диархарис на шестом месте вода на первом в мыле конечно же не может быть воды на первом месте поэтому позаботьтесь о том чтобы ваша кожа была хорошо увлажнена пена должна быть мокрой чаще всего это относится именно к дешевым мылом для бритья хорошо вы делаете хорошую влажную пену и тогда глицерин будет выполнять свою функцию на сто процентов будьте красивы брейтесь с удовольствием смотрите это видео до конца мыло новое и мне показалось вам будет интересно посмотреть как она ведет себя под помазком запах шикарный лишь бы он во время бритья еще не утомлял мыло мягкое если вы надавите я думаю вы до самого дна сможете надавить но это не крем мыло это просто вот такое видео вот она прям ямка трц туда не буду я наверно в чаши вот сейчас тут просто наберем и пойдем на лицо как это раньше делали учитывая такой форм-фактор всегда можно будет добрать если вдруг по каким-либо причинам вам не хватило мыло больше воды не буду добавлять постараюсь из вазюка здесь помазок чтоб он пропитался максимально мылом мыло предварительно не замачивал потому что оно мягкое на тут замочить бы не получилось скорее всего получилось бы просто намочить оно прям вровень по самые брови почему-то мне кажется что вот этого вполне себе будет достаточно для бритья пошли на лицо если что будем добирать хорошо помните гем просто гем с прошлого обзора тут сейчас наверняка где-нибудь ссылочка появится если уже не появилась болен ребята торгнул они по-детски так он мне прям в душу запал лицо сырое поэтому сейчас воды не добавляю просто тем же помазком распределю а вот теперь и водички мыло явно много помазок полностью себя оправдывает он как иногда можно встретить в описаниях на сайтах кто понимает толп барсуках пурбаджер они пишут что это нечто среднее между барсуком и кабаном не совсем это так но сходство все же есть почему не так он мягче мягче барсуковое мягче кабана всяко разно в чем же сходство в упругости он более упругий чем обычный барсук и пожалуй в колкости наверший ну колкость наверший я уж и не знаю чем объяснить то ли это свойство ворса то ли те волосы почему они недорогие они такие же волосы барсука просто их дофига и по восемь процентов на шкурке в бедолаге поэтому они недороги или они длинные их подстригают или не пойму чё но чуть-чуть не как иголками а знаете как вот чуть-чуть такая вот тын 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 как вот ты ноги опустил или руки опустил в ванну а там рыбки бригада налетела и айда тебя там своими губежками там все лишнее с тебя снимать вот что-то вот такое есть ох вот это я попал хотел разжижить и смотрите что получилось да неприлично приличие густая и много пены по поводу моего непонимания почему его назвали жировым сами производители я и шутил неужели прошу прощения кокосовое масло уже перешло в разряд жиров ну я вообще не химик может она и так но вот кто в курсе скажите пожалуйста ну давай красавица ну все красиво все равномерно странное ощущение по повадкам напоминает прошлый ген но ты ясно чувственно осознаешь что агрессивно здесь выше это не будет тот безмятежный как в прошлый раз надо будет маленько поаккуратничать особенно на третьем проходе когда на противоход буду идти мое любимое вот это вот место что-то мне кажется что сидим пару точек все-таки поставлю но загадывать не будем не будем прогнозировать события минута дж Shangri-Chi и Мидорстопа миг Четвертый раз. Четвертый раз лезвие идет. Со скольжением, мне кажется, примерно та же самая ситуация, что и с Yellow Label. То есть оно нормальное, но такое, что бы... Нет, такого нет. Просто нормальное. Вот это сейчас пока. Что будет в конце, посмотрим. Но, собственно, он не удивлен. Помазок небольшой. Поэтому, смотрите, картина стабилизировалась. Уже мыльного беспредела я не вижу. Здесь просто нормальное мыльное покрытие. Раскоряв он особенно роскошен. Тогда эти точечки так явственно, так хорошо, так приятно ощущаются. Но хочу повторить, ребята, это не для всех. Для людей с чувствительной или коронимой кожей лучше не надо. А обычным, с обычной шкуркой, с обычной кожей лица. Да. Почему нет-то? изém. Так. Мне нужно наделать поэтому, в общем, поэтому мы приходили в wearyнюю красную кожу. Они не должны уничтожить Last день и прまж еще. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я все-таки взял, потому что мыло может быть там и не самое такое эксклюзивное подскольжение, но все-таки без алунита натянуть лицо. О, вот это все сразу меняет картину. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки интересное свойство работы у них, что как только ты руки не смазал, ну просто взял в руки, скользкость мыла пропадает сразу. Так, ну воды больше не буду наносить, я думаю, что здесь не больше, чем на один проход осталось, потому что вторым проходом я нанес, мы разбавили, вы поняли, да? Поэтому так чуть-чуть помазу как куну. Чуть-чуть еще. Опа. Чуть-чуть. Ну и заключительный. М-м-м. 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 М-м. М-м. Продолжение следует... 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 и вот прям там, ага, неаполитана, ага, что-то вот, вот все это в одном, это вкусно. Это не какое-то старперское, которое помогает вам совершить путешествие в историю какой-то страны или там на вообще нашего земного шара, нет, но это очень интересно, интригующее, и даже если им там поставили годовщину 1811 год, нисколько не умаляет права на существование этого автошейва. Когда ему наконец прилепят этикетку, когда ему дадут название и начнут продавать, ребята, помяните мое слово, он будет пользоваться популярностью. Это хорошая штука, реально хорошая штука. Что до его действий, ну, несомненно, уходовые какие-то, в нем есть. Какие именно, я вам сказать не могу, для этого нужно хотя бы несколько дней, но когда вы будете все это дело применять, вы не сможете их не почувствовать. Это во-первых. Во-вторых, даже то, что вы почувствуете и размажете, и нанесете на свое лицо, оно очень быстро уходит. Буквально. И все, и нету ничего, все ушло. И кожа после этого. Не та шагрень, не та шагрень, которая была после двухкомпонентного, которое я испытывал, но все равно чертовски приятная. Я бы назвал это не шагрень, а тонкий велюр. Прям тонкий-тонкий. Вот тонкий, просто вот тонкий велюр. И это то лицо, прикоснувшись к которому, вам будет приятно. Вы будете осознавать, что да, что-то хорошее здесь было. Вот легкое, чуть-чуть, вот это омрачает. Маленькое испаренное есть, но я не знаю, чем это бесить. Может здесь просто жарко. Вот это, конечно, неожиданно. Лучше бы этого не было. Но я думаю, что это скоро пройдет. Я даже минусовать за это не буду. Я не пойму, откуда. Обычно этого не бывает, это не должно быть. Обычно это после кремов вот здесь вот испарина появляется. Странно, очень странно. За все остальное, ребята, просто пятак. И отдельно еще балутся запах. Вот это удавшийся продукт. Это получит обязательно этикетку. И это будет продаваться. И люди будут говорить за это спасибо. Мыло. Вполне себе, что мне не хватает каких-то знаний. Может быть, я не такой продвинутый гуру. Может быть, я не шибко-то и замороченный. Может быть, я не шибко-то и подкованный. И, конечно же, нет у меня той базы, которая есть у многих тех людей, которые смотрят мой канал. Ну и которые на форуме обитают. Нет, у меня всего этого нет. Но я не думаю, что все это буквально прям необходимо, чтобы распознать то мыло, которое тебе нравится или не нравится. Я это сказал себе не случайно. Для того, что вот если, допустим, взять вот это мыло и Yellow Label, который был, Gold Label, прошу прощения, который был на прошлом обзоре. Вот за то, я бы прям сказал бы слово. Я бы хотел себе такое мыло. А за это я не знаю, что сказать. Вот если коротко, это просто хороший продукт. Он хороший, с нормальным скольжением, со всеми пирогами. Наверняка экономичный. Несмотря на размеры вот этого Мальсима Сипуски 22 мм. Мы набрали столько, что оно вполне себе хватило побриться. Да еще там что-то и осталось наверняка. А первую шапочку, помните, как мы поставили, так оно вообще хоть сейчас фотки делает. Селфи так. Девочка тебе там убьюзики, а ты ей бумс. И все, и она будет покорена. Он скажет, Вася, я с вами навеки. Прибежит к тебе, возьмет твой номер телефона. Да, несомненно. Так оно и есть. Но что-то в нем не хватает. Это для меня лично. Я бы не стал заради вот такого мыла устраивать интригу, выпускать его без этикетки. Это просто хорошее мыло. Вот так вот. А вот Gold Label там, да. Там была какая-то песня, там была какая-то интрига с историей, с продолжением, со своими нюансами. Плюс там еще родня, двоюродная, троюродная приходила, свою лепту вставляла. То есть ты там брал мыло и ты наслаждался рассказом. Там было чертовски интересно, приятно, интригующе. Ты ждал, когда ты начнешь наносить следующий проход. А здесь просто обычная проза. Проза жизни. Что-то вот такое. Без всяких нитрих. Запах? Да, несомненно, он хорош. Не настолько хорош, сколько его собрать автошеве без этикетки. Но тоже неплохо. Во время бритья он не заполняет все ваши поры, не будет вам мешать, не будет мозг выносить. Он слегка даже уходит на второй план. Но тем не менее, ну просто запах. Вот то есть я не знаю, ребят, я вот тут в тупике. Хороший продукт, все. Больше мне сказать нечего. Вот, вот как-то так. Ну, Gold Label лучше. Для меня, лично для меня. Хотя, вот то, что я сказал в самом начале, что, может, я мало и глупо не увидал больших этих файлов. Ну, вот я так для себя сам определю. Подбираемся к станку. Алунит. Ну, да, обыкновенный. Как все алуниты. Матовый такой. Прям как. Вот что-то есть такое. А, да, кстати, он меня сегодня порадовал тем, что открыл свою новую сторону, как его можно использовать. Оказывается, ты его просто поставил, да, и тебе надо. Вот, ты хочешь лицо подтянуть. Ну, это чаще всего делать, когда клинковым бредится, опасками. Но во время тышки, что это же тоже можно использовать. Пойдет только во благо, во вред точно не пойдет. Я вот сейчас хочу взять это за практику, за правило и буду это делать. Так вот, если он у тебя здесь стоит, да вот так вот прямо, как здесь сейчас в коробочке. Все, что нужно, это влажной рукой взял. Просто взял, вот так вот сделал и поставил. Все, все. После этого, каким бы мыльным у тебя лицо ни было, это спокойно берешь и натягиваешь. Мыло игнорируется полностью. Кстати, это же самый способ работает на тот случай, если вдруг у вас какая-то ручка, и она чуть-чуть подскаливает, а другой заменить, более любимой, более такой нисколько у вас. Ну, оказия еще не случилась. Точно так же берите алунит и после этого, ну, я не знаю, только из ваших холодных рук его вытащат. И все, тв-тв-тву, не дай бог, шучу, крепко будет держать, нормально. А во всем остальном, ну, отличается от обычных, то, что он в кейсе, то, что он сделан на серьезном предприятии, поэтому за качество мы ручаемся. Ну и плюс, ну, обыкновенный. Ну, стоить будет нормально, дешевле, чем прототипы, которые завод тот же самый пластиковый кейс. Ну, знаете, да? То есть, вот стоит просто кирпич, вот он стоит, допустим, рубль. А вот хлоп, такой же кейс, ой, такой же этот самый кирпич, но уже в пластиковом кейсе, там с какими-то вот этими хохломой. И там уже получается он не рубль, а полтора-два рубля. Ну, кому надо кейс, ну, конечно, возьмут. А кому это не надо, кому кирпич нужен, думают, ёпарац, это да я за кирпич, а то хочу деньги заплатить, а за ваши вот эти хохоряшки оно мне надо. То есть, вот у нас такого не будет, там все будет нормально. Ну, это вот с этой недели вот все и появится. Помазок. Это, это вот если взять между, ну, скажем так, вот, ну, это как почесаться, понимаете? Вот у тебя бывает такое, что вот все нормально, все хорошо, а потом где-то под лопаткой у тебя, ну, вот никак. И ты достать не можешь, и любимая рядом нет. Ну, что, берешь деревянную линейку, там, пытаешься это место нащупать, и как ты это на место нащупал, ну, самые простые люди об косяк там начинают, да, ламбаду там плясать. Вот такие чувства начинаешь испытывать, когда работаешь с этим помазком, потому что он как-то, он покалывает, и он упругий. Но упругий не такой, как кабан, но и в соплю не переходит. То есть, он между обычным барсуком и кабаном где-то посередине. И плюс вот эти вот поколоты, поколкости, которые он может вам подарить, особенно, когда вы работаете в раскоряку, это как выводит тебя из реальности, как вышибается с повседневной обыденности. Это все к тому, что вот я не знаю таких людей, которые, например, вот на постоянку могли бы использовать этот помазок. Раз в неделю, раз там в месяц, но это радость. Это просто реальная радость. Я вот им сколько уже, наверное, месяца два-три не брился, да, сегодня раз, так и он кайфанул, реально кайфанул. Штука чрезвычайно хорошая. Это не в том смысле, что у меня тут чесалось, нет, нет. Это в том смысле, что реально хорошая, интересная штука. Но не на постоянку, уж для меня, во всяком случае, точно. Если бы я, допустим, на постоянку этим помазком брился бы, то, ну, скажем так, я бы стал сказать что-то более мягкое. Потому что, ну, хотя фиг его на чем. Я делал, потому что, ну, сами понимаете, есть из чего выбирать. Не могу сказать. Но колкость в нем все-таки есть. Ну и станочек. Боль моя, печаль моя, грусть моя. Он не однозначный, совершенный. Я не могу понять и как-то, знаете, консолидировать, чтобы все это вот придать какую-то благообразную форму и поделиться с вами, чтобы вырыть свои чувства к этому станку. Что же мне мешает? Побрил он меня великолепно. Просто офигеть как побрил. Это просто шик. Шик. Просто шик. Это полный ПБС по всем статьям. Чуть другое слово не сказал. Удобен? Да, удобен. Труден в эксплуатации? Да нет же, конечно. Тут все элементарно. Тут все просто. Как говорит один человек, ну, уже наверняка догадались, какой. Так вот, как говорит Сергей, ну, кассетникам тяжелее бриться, чем вот этим. Тут габ минимальный, вылет нормальный. Ты просто взял и шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов-шов. И все, и больше ничего. Лезвие, лезвие тоже не проблема. Шоня, вон, три копейки. Взял себе блох, 50 штук. И тебе хватит на обуви сколько. Стоимость этого станка, ну, если прям сейчас, вот все, бросить его прям сейчас. Поставили лукос, Люба и побежали гуглить. Ну, за 25 баксов вы его найдете. Может быть, там, за 30, может быть, за 20. Кому как повезет. но это ли стоимость для станка но вся фишка в том что когда им брился у меня жим-жим определенный все-таки был и не случайно затеял сегодня все вот это вот байду с подтягиванием и сосланцев с этими алунитом потому что я хотел получить максимум и быть максимально осторожным максимально контролировать себя несмотря на это две кости я все-таки получил ну и подарил этот мне станок больше чем дарили другие но жим-жим то был если просто с прошлым гемом я там просто развлекался и просто кайфовал это понимаете это вот как вот ты пришел какой-то бар сидишь там пивасик потягиваешь друзьями разговариваешь там девочки подошли вечера щебечут ты просто приятно проводишь все больше ничего но когда ты придешь на официальный прием там будет может быть тот же самый пивасик там и девочки будут только щебетать уже не станут но ты там уже сидишь и как бы это есть какие-то правила это серьезно так вот он сегодня мне официальный прием устроил а там был пивасик обычный банкет но с великолепным результатом поэтому такое знаете как-то маленечко неоднозначно с одной стороны вау а с другой стороны ух ты какой блин привыкать надо это ж надо каждый раз вот так вот что ли то есть ну одно понятно это вещь вещь и огромное спасибо тебе сергей город счета за то что поднакомили меня с этой стороной бритья гемы отныне для меня это тема благодаря теперь уже благодаря тебе теперь уже на канале есть несколько этих гемов конечно же они время от времени будут принимать участие в обзорах но если бы не ты я бы даже не узнал об этом если бы не урмас я бы не узнал об этом а теперь теперь я об этом знаю как мне с этим жить я еще не определился потому что и опаски хочется и тэшки бросать нельзя и гемы зараза но это как муха на мед сел и все и влип полностью по всякие помидоры лифоседы хоть хоть вот так вот просто хоть бери лопату и раскапывайся это шикарно на самом деле шикарно поэтому дорогие друзья лично для меня есть еще одна штука которая мог с удовольствием рекомендовать новичкам если ты новичок если ты только-только заходишь бритье и думаешь где бы тебе чего-нибудь как-нибудь так вот не вот этот от прошлого обзора гем потому что этот новичку я не знаю как бы он все там чего не разнес а вот тот тот да бери одно лезвие на десять раз иди учись подбирать ничего не надо просто кайфу пока молодой кайфу пока молодой где-то это слышал да надо записать а нет уже есть такие слова но все на этом разрешите с вами попрощаться добра счастья радости берегите себя берегите своих близких ну в конце концов дай вам бог здоровья пускай всегда всегда все будет хорошо до новых встреч с вами был я воде пока пока